А вы когда-нибудь ели хлеб? Нет-нет, настоящий хлеб. Я имею в виду не тот хлеб, от которого ломятся полки магазинов. Я спрашиваю о домашнем хлебе из печи. Скорее всего, вы ответите, что нет, не ели. А если да, то я вас поздравляю. Уж вам-то мне не понадобится разъяснять, чем отличается домашний хлеб из печи от того хлебного повседневного ширпотреба, который мы едим всю жизнь. А разница во вкусе очень большая. Примерно такая же, как между мясом на сковородке и шашлыком на мангале. Хлеб из русской печи он совсем не такой. Он видел жар углей. Он выпекался на капустном листе в слегка дымной среде. У него необычно румяная корочка. И он вобрал в себя все эти ароматы. Мне удалось в моем универсальном супермангале воплотить все эти условия. И когда я ел этот душистый горячий хлеб с хрустящей корочкой, запивая холодным молоком, я снова почувствовал себя маленьким в гостях у бабушки Вселенного Николаевка. Это просто бомба. Смотрите, как мне все это удалось. У нас получается вот такая вот смесь. Вот такой вот консистенции. Важное уточнение. Мука в обязательном порядке должна просеиваться. Даже не за тем, чтобы просеять что-то инородное, а для того, чтобы обогатить ее кислородом. Вот так вот сейчас берем и ставим в теплое место. Накрываем полотенечком. Прошло 40 минут. Смотрим, что у нас получилось. Добавляем соль и масло. Добавляем соль и масло. тесто у нас вымешано оставляем подходить вот так вот накрываем теплое место сегодня я на своем универсальном супер мангале буду печь хлеб а вот здесь саду на природе настоящий домашний хлеб аналогичный хлебу из русской печи для этого мне необходимо трансформировать свой универсальный супер мангал таким образом чтобы он стал пригодным для выпечки хлеба я думаю что это у меня займет всего лишь несколько минут а Супер мангал в течение буквально 2-3 минут превратился в камеру для выпекания хлеба. Прошло около часа. Супер мангал уже подготовленный к выпеканию хлеба. Тесто подошло, вот оно увеличилось более чем в 2 раза. И будем делать завершающую операцию перед выпечкой. Вот такое вот. Вот такое вот тесто. У нас пушистое, мягкое. По консистенции все угадано. Не твердое и не слишком мягкое. Растительным маслом. Вот получится у нас 2 таких буханочки. Делаем 2 таких колобочка. Вот один. И вот второй. Вот так смазываем растительным маслом. Если в формах хлеб выпекается, форма смазывается маслом растительным. Ну и вот. А мы будем выпекать на капустных листьях. Путечка останется на фольге. Никуда она не денется. Если какая-то сбежит, то что ничего страшного. Вот так. И накрываю. Ну, прошло полчасика выстойки. Смотрим, что здесь получилось. У-у-у, ля-пота. Ля-пота. Делаем вот так вот. Вот так вот. Закрываем. И ключ на старт заживания. Итого, прошло 40 минут. Проверяем. Что у нас? О-о-о-о. Проверяем. Ой. Проверяем готовность. Если на шпажку не берется тесто, значит хлеб готов. Прекрасненько. Будем снимать. Вот так вот. Немножко он. Немножко. Эта буханочка у нас пережарилась. Ну, это же не в духовке. Это же романтика. Благодаря листу капустному у нас низ хороший, не подогревший. И теперь, что мы делаем? Мы слегка смачиваем вот так вот. Смачиваем водичкой, чтобы отмякла корочка. Вот так вот. Вот такая вот красота. Вот. И накрываем полутенечком. пускай отмякнет. Свежий. Только-только из супермангала хлеб. Вот, смотрите. Рыхлый. С хрустом. С шкуркой. Вот, смотрите. И холодное молоко. Ребята, и это все при том, что я уже, наверное, лет восемь хлеба не ем. Но сейчас буду. Лайк.